всем привет ребята приветствую вас на канале game rules и мы будем катать танчики потный потные катки как говорится рубричка такая итак я обещал прошлый раз что мы будем катать на шкоде т25 потому это было должно было быть еще наверное херз насколько выпусков назад но мы тогда катали прямо виктория она как раз тогда была актуальненькой вот и мы тестили и осмотрели что это такое сегодня же мы покатаем уж коду я уже успел взять три отметки винка конечно очень жестко очень маленькая понадобилось на три отметки ребята практически 120 боев вот и сейчас посмотрим на что способна ну эта машина в целом там давайте активируем плюшечки здесь вообще насрать какие просто тупо активируем вот так вот вот и на серу пускай будет пускай будет вот чтобы не так минусы я буду играть на фулл голде здесь даже можно поставить вот так вот типа максимально просто мы максимально жирные будем поехали поехали посмотрим на что с про можно этого машинка свое время очень имбовала очень была сильной ну принципе сейчас и посмотрим на что способна в нынешнее время в рандом чеки эта тачка кстати очень хорошая машина если вы проходите реферал очку скажем так то есть если вы делаете на твинг себе делаете рефералку это очень хороший способ по вот качественно хорошо играть быстро проявить все и плюс заоформить какую-то плюшечку нам так щас посмотрим что по звуку у нас будет так по звуку ничего нет сейчас секундочку надо будет исправить так должен должен появиться звук все исправили кстати и по как раз после этого всего должно выйти уже метрошка первая первая часть прохождения исхода мы будем уже тестить как она вообще целом работает на лучах что там поменялось в принципе для канала как раз это тоже будет более менее хорошей графикой так я проебал тайминг небольшой можно было чафика отстрелить можем пороться в принципе можем но не будем этого делать потому что чел упал уже хотелось бы интересно куда я его первый раз не пробил надо давать пост ну типа стараться максимум раздавать мне оху не охота конечно получать потому что мы можем это все подтаскивать мы можем это все подтаскивать и аккуратно отыгрывать сейчас надо снять тигра 131 но если наши вкатили я уже от их хп возможно отыграл бы как-то бы посерьезней блядь толкать сейчас будут по-любому по-любому будут толкать и я не хочу этого получать вот такое можно смотрите что делаем вот так вот делаем мы снимаем один потенциальный танк и дальше вот от рупика сейвимся вот вот так вот делаем он подставился подставил в щечку заряжаем барабанщик и еще можем попробовать сюда раздать в т-34 вот одна . на старт толкают соответственно одна же команда объехать никто не может так далее 2 хорошо забрали дальше смотрите что мы можем сделать мы можем подняться наверное на попробуем подняться здесь никого нет хотя возможно там на датке какой-то танки будет стоять и это будет опасно в целом но чел за нами прячется сзади су-100 видим но мы успеваем про проехать и это при том ребята что у нас минус один чел а у нас реально минус один чел мы даем довольно неплохой результат вот полторы тысячи урон чека на шестом уровне это потенциально ребята три отметочки если я здесь не ошибаюсь необходимо давать двушку если даешь двушку это сто процентов три отметки и поэтому это довольно неплохой бой в целом и скажем блять но сейчас их закрыл не пробил ну ладно хотя бы я дал скритом кстати еще успеваю по идее по факту я успеваю дать что-то сейчас мы попробуем аккуратненько так объехать я спешу потому что времени мало на добивку поэтому я максимально скажем так плохо реализовываю барабанчик не успеваю я успеваю сюда дать даю я еще еще успеваю еще успеваю что-то дать поэтому погнали погнали я могу танкануть уже порт врезанула в этот момент когда то попыталась съедать выстрел так и я ищу еще с катком ребята это ассистик это очень хорошо тут я тут уже просто стреляем отлично и так ребята 2 200 до 2 300 почти влилили это очень хороший бой это очень хороший показатель на три отметочки как раз вот в таком духе принципе нужно играть постоянно да по серии короче вы будете уходить в жесткие минуса это факт вот у меня принципе итоговый минус 12000 но это просто из-за того что у меня лишние резервы плюс первая плюс рефералка кстати дают какой-то бонус вот еще какая-то хрень и поэтому я типа перекрыл скажем так этот огромный минус но хотите неплохо так играть это довольно неплохие показатели так боны кстати дают поехали попробуем выполнить это как раз еще будет нам на инструкции тоже полезно так ребята уже здесь будет довольно чуть поинтереснее это из-за того что это не пятерки и не шестерки до наши одноклассники это уже седьмой уровень тут уже будет немножечко посложнее но в принципе для нашей нашего танка это не так не так уж сильно и напряженно будет вот попробуем сейчас мы что сделать попробуем наверное я хочу агрессивно забрать яму вот я хочу не знаю я вижу по по сетапу что в принципе у них нет таких быстрых танков ну кто там пантерка нет итальяшка по 43 нет ну в принципе как вариант супер и рахил кат может быстро приехать ну и лтшки в принципе все стрв довольно медленно вот и все остальные принципе тоже но кстати у нас опять проблемка у нас опять минус один танк да то есть второй бой кстати и у нас уже и и нас второе не бот скажем так команде это плохо потому что мы будем сильно посаживаться так ну лтшка не поехала не подставилась поэтому и кстати сейчас можно и не падать наверное или падать просто опасно у нас никого нет вот давайте дадим от стрелочку потом посмотрим так я не засветился из-за того что хороший обзор хорошая маскировка мне можно не наверное не падать лтшка опасно делает ну две тычки далее из трех это довольно неплохо халяные я просто не бы ну типа боюсь что здесь не прикроет в любом случае яму уже забрали мы яму уже забрали зря делает вот этот парень я не понимаю что он пытается сделать это он просто пытается умереть чтобы понимали но я разменял его хотя бы хотя бы одним барабанчиком хотя бы разменял это это уже лучше чем ничего скажем так потому что отдать в ноль танчик это плохо так хотя бы я хотя бы что-то вытянул из противника хоть какой-то хп взамен так ну у них лтха скорее всего проехала до проехала понизу фул 2 лтшка засветилась а всего их три одна еще не светилась где-то здесь опасно давать барабан но мы попробуем вот так вот влить хорошо двойна с двойные кусты поэтому засветиться она довольно сложно так он где-то здесь выехал почему я его не свечу не знаем хорошо влил лтшка засветилась давайте переедем попробуем законтрить лт законтрить лт попробуем переехать мы можем засветиться от пантертки и получить принципе от респе но надеюсь этого не произойдет так не они они не успевают а так ну немножечко мы дали да немножко мы согнали у нас довольно все неплохо я наверное поеду сделаю перехлёсток лтшкам чтобы не дать им он там упал вообще просто у меня орудие не поднимается блядь а мог ли просто влить халявна так а стр в х у них отъехала мы сейчас засеиваемся у домики если засеиваемся я принципе здесь не боюсь и здесь выдаем сэвимся вот одного танка у меня кеда довольно быстро и поэтому я успею блядь здесь плохо плохо отстрелился заряжаемся опять надо фулку зарядиться надо сбривать лт-водов у нас нет лт-водов надо жертвовать хп-шками это пытался вот это все разыгрывать блядь ну 1 хотя бы 1 но очень плохой результат очень плохой результат вот стрелку хочется поехать блядь досветить 12 т но наверное я это делать не буду наверное я просто поднимусь и засейвлюсь вот так вот поднимусь попробую засейвиться у нас довольно печально мы можем сейчас и проиграть вот можем и проиграть поэтому надо хотя бы хоть какой-то хп сберечь пытаемся дать у нас конечно же не летит но даем каточек одну тычечку отлично он принципе там на катке возможно получится и добрать просто быстро вот так кидаю на похуй вот но не залетает походу он успел уехать успел уехать да отлично он там опять получает но мы здесь стоим в принципе лт-шка две шутные лт и я в принципе должен их забирать я в принципе должен их забирать здесь нет такого чтобы минус 1 подставился хорош это очень хорошо потому как теперь вражеским лт-водом будет сложнее нас засветить и и и и и и и и остается еще один лт-вод надо сейчас аккуратно как-то отыграть доиграть как точнее ну здесь тащится здесь победка потому что мы вообще огромное преимущество кстати слили огромное преимущество там опасно надо к в3 как-то убить еще не понятно что там по хп в пантерке вот ну наверное больше всего я сейчас хочу убить т-52 он довольно здесь опасный противник вообще целом ухухухуху вот это это плохо получилось хорошо дали на верочку вот и вот так на верочку блять подставился конечно я зря ну а что делать надо было надо было убивать лт-вода и уходим на кемпу мы еще можем вытащить конечно это сложнее да я от к в3 получил но надо было убивать я вот одну тычку фейлянул и это все в принципе это решало ну здесь я не понимаю как умерли у нас чилы потому как потому как там вообще просто немеряно было ребята нам немеряно было просто хп у нас и у нас огромное преимущество проиграли так деревья поломали ну по любому сейчас нас будут конечно же подсвечивать чекать это такое хорошо арта работает но у них нет лт и нужно светить чем светить у них слепые три танка это одна пантерка только более-менее с обзором поэтому здесь более-менее эффективно можно еще можно отыграть да у меня было бы хп я мог бы где-то что-то лучше поиграть ну 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 что поделать но в целом в целом ребята это на три отметки то есть потенциально так как я говорил то есть на 2к приблизенность надо рассчитывать по урончику да вот и это приблизительно ну в потенциале типа если ты играешь на себя на отметочке это хороший бой вот это очень хороший бой ну если ты пытаешься конечно на победку ну тогда надо ну здесь тоже видите от команды здесь я там что-то в чате вижу да чел на и сетом возмущается но по сути он виноват в огромной мере потому что потому что он был на танке топовом седьмого уровня вот и против него был танк шестого уровня понимаете танк шестого уровня он должен был закреп закрывать просто в нулище в нулище он должен был закрывать это все в нулище почему он этого не сделал у меня вопрос да ну здесь мне опасно уже он если подъедет по сейву это это пиздец ну мне только стоять а вот мне только стоять все дальше можно уже ехать светить мне повезло он прокатывался я увидел куст и я давал просто тычку вот я увидел куст я давал тычку чтобы его убить он сделал глупость ему надо было по сейву заезжать вот могу получить могу умереть вот ну арте тоже сложно попасть я же не такой простак так дальше что мы делаем сейчас попробую подсветить чела от кустика аккуратно так главное сейчас жить вот ух ты это было опасно это было опасно но все вперед светить так надо надо подсвечивать да надо подсвечивать своей арте но это такое если я не знаю где их арта и я не знаю потенциале что сейчас может произойти то есть я шот в любом случае я умираю от любой тычки вот от любой тычки такой типа шальной скажем так я умираю ну мы попробуем отыграть он где то здесь в яме наверное мне кажется что нет его здесь охренеть а где просто здесь обычно внизу дрочат на этот раз здесь никого они уехали походу да там я могу чекнуться это плохо будет мне надо хотя бы одного артовода найти и отыграть и отыграть довольно неплохо так надо надо искать откуда блять откуда тычки могли лететь я не понимаю пока что я пытаюсь начекать арту аккуратно но пока что это все плохо получается там не обзор пиздец почему она не чекается если она здесь в углу опасно опасный момент как говорится ну я тоже лампу не ловлю понимаете ебануться в упоре просто в упоре это вот в упоре чекается да ну здесь в любом случае было сложно что то сделать потому как чел в упоре да это залитый бой залитый фейловый бой конечно да ну а что мы что можно было сделать что что я мог здесь сделать если я лампу даже не ловли не ловил то есть у них арта просто жесть что вытворяет ну вот у меня арта воды и у них то есть мимо просто мимо бьют точная арта мимо арта просто вот о чем ладно мы сейчас подождем когда наши уже сольются и поедем дальше поедем дальше попробуем еще еще одна попытка что поделать и этот это скорее всего умрет от ну о чем я говорил умрет от этого здесь не не реально затащить скажем так будет для меня в принципе хороший конечно по результатам там но можно было бы вообще затащить на победку и сделать еще более эпичное сложно то есть вы видели у меня чтобы понимали под 500 метров если я не ошибаюсь давайте наблюдение да 460 метров 460 и что вы понимали вот этого чела 46 процентов я не мог чекнуть вообще в упоре причем я его чекнул в упоре вот что вы понимали в упоре и ну у них ребята ну это это конечно 46 а ну понятно 46 против 42 тут уже как бы как ни крути победки тебе не видать просто вот ладно погнали погнали ребята следующий бой следующий бой следующий бой уже ребята восьмерочки да покал страстей пошел выше играем выше сложнее эпичней вот блин я все же вот за прошлый бой так обидно конечно это должна была вообще быть победка но 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 времени тоже не было время вот поджимало время сильно поджимало вот можно было конечно попробовать встать на захват и просто захватом отыграть вот но это тоже как бы с одной стороны вариант но с другой стороны он просто выезжает с кустами не чекает и второй артовод добивает а у меня просто нет хп вот именно тот выстрел от кв 3 зарешал который я получил и зафейлил одну тычку но у меня две всего было я одну дал поспешил и в итоге у меня осталось две и я 52 не забрал то есть вот такие какие-то микро моменты и они зарешали в принципе в бою что ж ребята ух ты это вообще опасный момент давайте попробуем что-то дать ну хотя бы одну хотя бы одну он очень опасно сделал он должен был отлетать что вы понимали в ноль с такой раскатки но мы не поедем его падать убивать можно было бы упасть но мы против восьмерок это опасно это опасно довольно сел в поле стоит понятно падает в низину мы стоим чекаем 44 она едет упарываться понятно дело арта кд отлично соответственно я кд 6 тоже и я не могу ничего сделать не могу уехать да ну посмотрим если сейчас будет упорка я буду уезжать надеюсь поможет где он там блять отлично убили ну скажем так за то что выехал на строк четверки парень я его наказал ну а ну понятно у них смотрите у них свое направление фул пустое у них никто не приехал то есть у них что вы понимали вся тима вот тут играет ну я в принципе считаю неплохо разменялся вот в данный момент я разменялся довольно неплохо из-за того что я дал танк 6 уровня при этом забрал 2 машины их то есть т34 и т44 то есть два чела я забрал просто виталику поролся и все и как бы я ничего сделать не могу да наши пытаются там что-то отстреливать но это такое вот здесь опасно наверное да досматривать бой это вообще просто давайте посмотрим сюда ух тут тоже поджог просто ну чел катается на пожаротушении но подставляется против вниз соответственно и отлетает тоже да кв5 заехал конечно в жесткую позицию здесь его просто со всех сторон будут контролить и со всех сторон будут ему пихать вот наши проносят направление они забились в углу потенциале это должна быть победа у них топовые танки отдали так соответственно что делаем что делаем мы 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 ждать наверное не будем мы поедем на вот этом говне наверное поехали попробуем затестим это говно я ну типа чтобы просто не ждать вот чисто чтобы по кайфовать посмотреть что может еще какая-то машина помимо вот это давайте вот так вот все голду наверное блять я твою мать 4 стака что вы понимали что это фугасница мы можем купить вот это гусельки топовые давайте поставим и у нас в принципе больше ничего нет там заборудки что-то можем кинуть вентилятор можем кинуть досылатель можем кинуть пускай будет и здесь 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 все пусто поехали типа вот такое просто типа чтобы не сидеть в ангаре да скатать еще какой-то один бой поедем сейчас на вот этом американцы 5 спустимся ниже на аккаунте в принципе ничего нету просто мы похуй делаем ну довольно бой конечно да быстрый там в потенциале можно было бы если бы не упоролись ну можно с одной стороны можно было бы попробовать уехать но я засветился когда чекнулся от кромвеля и меня просто поджался рентгеном 44 поджало вот не уехать уже никак потому что там из респы прострел и центральные прострелы мне это еще так повезло что и меня именно прокнуло прокнуло пробитие и я просто с тычки да скажем с одной тычки убиваю 44 и получаю просто тысячу с чем-то урон но там кстати даже если если что это там тоже почти 2к суммарки и это тоже потенциале хороший бой на 3 отметки если берем то есть по сути неплохо так идем возможно сейчас я еще верну там свои процентики я не знаю сколько я там слил сейчас мы поднимем может опять до 95 так поедем и куда поедем где-то в центре постоим карта промзона довольно опасная довольно опасная здесь можно конечно и упороться и отлететь хотя поехали попробуем у нас типа есть здесь человек роют поехали подожмемся пробуем отсюда отыграть ну типа если они вау они поехали вот о чем я говорил ну я лампу не словил то есть у чела там задором печально вообще просто так ну надо хотя бы сейвится одного до одного уху ху 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 я не могу выходить надо ему пикать надо ему пикать из-за того что а я понял я умираю сзади танчик подходит что мы делаем вот так вот так отлично разводим еще на тычку и пытаемся аяяяяяяяяяяяяй ладно ну как раз там танчик вышел из боя Ну да, здесь опасно Два чела просто Не то чтобы Сверхупористая Упоролся, слился и на этом все Ладно, быстро-быстро отыграли Поехали Поехали дальше Так, смотрим что там по отметочке Ребята, 95,3 То есть спокойно удерживаем Свои три отметки Изи, просто изи Заходим соответственно И в следующий бой Боюсь, что у нас получится сделать так Семерочки Что, реванш У нас в принципе Пока что поражение только седьмыми уровнями Поэтому сейчас попробуем Отыграться, попробуем отбиться Будем занимать тут В данном случае три варианта Можно поехать на горочку Можно в центре отыграть Можно как-то на кемпе отсидеться Вот На горочку В принципе Можно поехать Но хер его знает Как отыграют низинка Вот Я боюсь, что они отдадут ее А если отдадут Там уже бесполезно что-то делать А кемпе отстоять Ну типа тоже Неохота Неохота Так как все-таки семерочки Мы можем в потенциале с ними сражаться Я думаю Давайте упадем все-таки в центр Где-то вниз Подрезают Конечно Вот это плохо Вот это плохо Они сами не едут И руинят Мне тайминги Да Наши огромным количеством Поехали на центр Ну точнее наверх Надо забрать центр И тогда можно легко подсвечивать Чел еще раз руинит Тайминг Конечно же Занимает топовую позицию Что вы понимали На Е25 Это топовая позиция Вот запоминайте Так как раз надо играть Потому как В таких случаях Вы просто сильно имбуете Вот когда там стоите Да Это безротло ребята Это сильно не бывает позиция Вы просто в центре карты Стоите в кустику И будете стрелять И вы будете нереально дамажить Так я заряжаюсь Но я в принципе должен успеть еще дать Хорошо Ну я еще одну получу Но я его убью Хорош Убили У него он кстати Пытался на ББшечках Он столько фул На ББшечках пытался подамажить Никуда не получалось Хорош Сняли Все Сейчас спокойно фармим вверх Вот просто спокойно Изи фармим вверх Чел конечно не дает нам проехать Но дай 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 Подвинься Ты же стал поперек нахуй Чел Что ты делаешь Что ты делаешь нахуй Зачем ты толкаешься Ебана в рот твою нахуй А Боба Чел вообще просто такую дичь творит Я не знаю Будем мешать ему А что делать Как учить Как учить такого Уебка нахуй Хорош Хорош Подамажили На Е25 Подсвет Подсветик Ребята Среагировать на арту Вот я хотел выйти в спину 300 урона Просто делается изи То есть при этом Что я не катаю Сам своим основным Аккаунтом Взводом Я довольно неплохо Так быстро Зафармлю В принципе Реферальную систему То есть по сути За каких-то 40 минут Мы отфармили Блять Практически 100 очков То есть приблизительно Часик в день Покатать На реферальном аккаунте И соответственно Зафармить себе Прям танчик Боны Вот Или серу К примеру Я себе беру Серу на аккаунт Чтобы не фармить Да Три ляма Я просто беру себе серебро И так Недельку-две Спокойно Можно играть Вообще не парясь За серебро Итак ребята Очередной бой Перевальчик Опять же Шестерочки Фул Вот Что мы будем делать Да довольно Здесь все просто Здесь Ничего такого Сверх Выдумывать Не надо Мы просто Сейчас поедем Два варианта Или мост Отстреляем Или попробуем Перекатку дать Я наверное Поеду все-таки На перекатку Так как у меня Обзор 460 Плюс маскировочка Есть И потом уже Судя по всему Да По раскатке Там что вижу Уже буду дальше Принимать решение Что будем делать Или мы откатим На мостик Или мы откатим На леднике И уже будем там Саппортить Я не очень Не хочу дальше Прожиматься Так как Машина все же Картонная Там придется В упоре Сражаться Да И Кстати Это тоже Не факт Что я могу Засветить То есть Я Довольно У них тоже Хорошие Кемперские Машины И не факт Что я чекну Я пытаюсь Конечно Вот Что-то Нащупать Ну это А так Типа делается Вот так Вот кликанье А вот 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 Не дал Ну в принципе Я лампу Сам не словил Поэтому Огромный Вариант Того Что здесь Вообще Никого нет Возможно Никто не поехал Вот так Арта у них Отработала Есть Вот Есть Есть Нащупали танчики Поехали Ебашить КВ-1 Он заехал В залупную позицию Мы можем Сейчас его здесь Просто в ноль И отрахать Скажем так То есть Потому что Он закатил Перекрестку Я его Сейчас буду Пробовать иметь Но надо Чтобы он Развернулся Я не хочу Получать Хорош Просто Подловили Ух ты Я получил Конечно Да Опасно Опасно Он на пушке Вот этой С большим Пробитием Ёбаным Своим Они не разворачиваются Они целяют Вот это плохо Надо ждать То есть Я здесь не могу Вливать Я не могу Хотя хочу Очень Так Заряжаемся Ну остался КВ-2 Ну у меня Ничего не полетело Он подставился Но мне не полетела Ни одна И я сейчас Буду Вливать Если он Поедет Там КВ-2 Умирает Ну это Это бой Типа Ребята Скажем так Без моего Настрела Но это победка Вот Мы заняли все Позиции Мы все Контрим Ну просто Что Я остался Без урона И это плохо И это плохо Именно в этом плане Что я остался Без урона Это плохо Так давайте Выйдем в центр Попробуем здесь Что-то попробовать Кинуть Какой-то урон Ну 300 урона Это плохо Это довольно плохо А вот Вот он Рядом стоял Он вообще рядом стоял Не в кустах Он даже не в кустах Стоял Ребята Что вы понимали Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Что творят Эти камерунцы Что они творят Они просто едут По мосту Поехали Дефить Спину Нам никто не кинет, по сути, кроме Т3-4, но я думаю, он не догадается переехать. Да, он не догадался переехать. Он просто поехал дальше давить. В принципе, тоже правильное решение, потому что по сути там некому у нас играть. Так, тихонько вот так прячемся за КВ-шкой. Прячемся, едем дальше. Да. Опасно, конечно, все получилось. И добираем. Ну, типа в конце что-то выстрели. Вот, какой-то мизерный урончик. Ну, это такое-се. Так. Отходим. Отходим на приемочку. Вот. Пробуем. Кстати, у нас как вариант есть еще возможность по фрагам что-то сделать. Если мы сделаем что-то по фрагам, мы можем еще получить какие-то очки. Но мне надо чела шотного какого-то забрать. К примеру, того же самого Скорпиона. Надо, чтобы продамажили, и он откатил. Он откатывает. По идее, да. Он откатывает. Я его должен добрать. Просто на верочку должен добрать. Я добираю, и это хороший результат для меня, потому что я получаю 10 очков хотя бы за рефералку. Но в бой, в потенциале можно было дать больше. Можно было дать больше, но заехал я чуть-чуть не так, да. Ну, скажем так, это были с одной стороны правильная позиция, правильная отыгровка, но для победы. Не для самостоятельного какого-то настрела. Потому как если б я отъехал бы на тот же... Если б я отъехал на тот же ледник, скажем так, да, если б я отъехал на тот же ледник, то я бы больше дал бы. Так просто меня танк контролил, и у меня не было возможности давать вообще ни в кого. Просто все сейвились от меня. Хотя даже при таким конченных показателях я в топ-3 зашел вот по урончику. В топ-3 зашел по урончику своей команды. Ну что ж, ребята. Смотрите. То есть, по сути, мы скатали 6 боев. Вообще, в целом, для рефералки 6 боев это что? Это ничего. Это вообще ничего. Но мы, смотрите, в итоге закрыли 112 очков. У меня там было что-то там херня начали, да? то ли 8, то ли 12. Ну, кое-что 12 очков типа было. 100 очков мы закрыли, да? То есть, за 6 боев это довольно изи. Скатать в день 6 боев, и мы закрываем рефералочку, и, соответственно, потом подфармливаем какие-то плюшки себе. вот. По факту еще 2 дня игры, и мы полностью все сделали, полностью делали рефералочку. Так, ну давайте последний бой. Вот, мы даже часик не откатаем. Последний бой. Давайте еще что-то попробуем сделать такого интересного. Вот, ребята, карта. Отлично. Весвилд, Весвилд. Правда, плохо, что мы играем против 8 уровней, но все же карта довольно в целом неплохая, и мы сможем что-то-то и накинуть. Вот. Сможем что-то и накинуть. Так, что мы будем делать? Ну, будем отжимать угол. По сути, ЛТ нет. Да. Мы, у нас скорость довольно быстрая, как у ЛТшки. У них три тяжелых танка будут на направлении вверху, ПТшка вверху, Вазик вверху. Ну, Т-20, он, ну, такой более-менее средний по динамике, он может приехать. Т-34 не успеет, медленный слишком, и все остальное медленное. Буги медленный, СУ-100 будет по-любому где-то вверху на Кимпе, поэтому мы единственные, кто быстрый и в потенциале можем забрать в угол. Конечно же, у них есть Т-20, там он более-менее еще двигается, но если он приедет, мы можем отсосать, потому что, соответственно, семерка против шестерки тут уже зарешает то, как будет скилл, но судя по сетапам, у нас чуть-чуть хуже все, чуть-чуть хуже, именно, потому что, ну, я считаю, Леха здесь будет более имбовой, и Шкода будет имбовой, ИС-2 будет имбовой, у нас, по сути, ничего нет имбового. Лева, который, по факту, очень плохой, ИС-3, который более-менее отыграет, но косая пушка, и Сэм, который вообще не сможет играть, он вообще не сможет играть в позиции. Так, занимаем вот этот край, мы сейчас будем просто подсвечивать, вот, он не поехал, хорошо, он не поехал на Т-20, и это довольно, довольно неплохо, ломаем деревья, конечно же, себе, вот, для чего? Для того, чтобы увеличить маскировочку, ребята, ну, у нас уже умирает, соответственно, верх, поэтому, о чем я говорил, то есть, что я, я отожму, вот этот край, вот этот угол, но, не факт, что это сильно что-то зарешает, дальше я проехать не могу, вот, хотя, хотя у них никого нет, но у меня никого нет на отстрелке, понимаете, то есть, я могу поджаться, да, но по факту у меня никого же нет на отстрелочке. Ух ты, как, кто у них сюда приехал, ребята, у них один тяжелый танк восьмого уровня, на позиции, на позиции эстэшек, это нечто просто, это просто нечто, это просто нечто, поэтому хер его знает, короче, я не пробиваю чела, вообще, то есть, мы, по сути, он отожмет вообще все, ну вот так, типа, под светиком и на прокатке что-то пытаться его подлавливать, вот, чел, конечно, пикает на Т20, но это бесполезно, конечно, блядь, ну зря ты чел, откати, пожалуйста, откати, просто если он умрет, мне придется откатиться, дать барабан и полностью уезжать, потому что дальше ничего не сделал, ну это, ну блин, опять же, в зависимости от игры, скажем так, моей, я правильно играю, вообще правильно, потому как, оп, скорпиончик внизу дрочит и просто вот так работаете, то есть, я правильно отбираю позиции, я правильно законтрию челов, но это не результативный бой для меня, понимаете, как игрока, это не результативный бой, вот, да, я зажимаю, ну типа, отжимаю челов, забираю у них позиции, дамажу, но в целом это плохо, вот, блядь, ну челы, вы должны откатривать, это все, нет, надо падать, я умираю, я умираю, конечно, но я подсветил, я подсветил челов, и они должны тоже умирать, вот, в принципе, Т-34-85 сейчас должен получить, да, ну вот такое, короче, типа победка, да, лайтовая, последняя, без, без результата, то есть, опять же, повторюсь, я мог бы постоять здесь, но я бы, я бы, чтобы вы понимали, я бы ничего дальше не влил бы, то есть, это было бы еще меньше урона, так, хотя бы я там дал сколько, 500 и 1000 посветил, а так бы, ну было бы у меня там, ну может быть 200-300, и может быть еще 500 асиста, по факту, команда выиграла, но здесь, они должны были проигрывать, мой результат, почему не, не прошел, да, там скажем, потому что у них Скорпион уехал, и у них ИС-2 уехал, я не понимаю, что это за люди, которые уехали с Зимба, позиции свои же, уехали просто играть против одного меня, бред, скажем так, я один направление просто закрыл, и все, вот, в целом машина, короче, ребята, неплохая, качайте, довольно, довольно хорошая, довольно хорошая, а главное аккуратно отыгрывать, находить какие-то моменты, и выливать урончик, на ББшках тоже более-менее играбельно, то есть, как видели я, что сейчас бы был на Галде, что на ББ, я даже на Галде вот был, я ничего не могу дать, потому что, ну, один хер я никого не пробиваю, поэтому, это такое, на этом все, ребята, у меня, всем спасибо, салик, скорее всего, будет в, понедельник, на канале, на канале, понедельник будет, то есть, сейчас, вы понимали, я пилю воскресенье, вот этот, да, и будет, в принципе, на следующий день, я просто сегодня не успею, это будет, наверное, просто ночью, очень поздно, нет смысла, уже будет выкладывать, вот, и будет на следующий день, понедельник, а во вторник уже, во вторник уже, будет метроха, будет уже метроха, первая часть, вот прохождения, и, соответственно, там дальше уже опять посмотрим, там или, или дальше будет опять метроха, или будет, или будет опять танчики, выпуск, или, 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 или даже Вальхейн, то есть, ну, типа, я на среду ничего не могу сказать, что там будет потенциален, да, ну, что-то по-любому будет, но пока что неопределенно, вот, а потом, скорее всего, опять там, 3-4 дня ничего не будет, чисто из-за того, что запускается, наверное, вы понимаете, линия фронта, вот, режимчик, он будет вообще неинтересный, в целом, там будем просто формить, ну, нет ничего интересного, он скучный, по сути, потом посмотрим, зачем покатаем, возможно, покатаем на вот этом, Т-34, вот это целое, которое раздавали на днюху, почему бы и нет, посмотрим, что это за машина, что она может, что дурно, давали нам имбовую тачку, 4 уровня, надеюсь, имбовую, ну, в целом, ребята, вот такие результаты, 85 виночка, среднего урона, 1400, 1600 на чисто, на танке сыграли, ну, у нас последние два боя были, вообще, абсолютно, и один упоролся, три боя, скажем так, таких, посредственных, и три боя, реально, где мы, уже мы играли, вот, на этом все, ребята, подписка, лайкосик, и, ожидайте новые выпуски, на этом все, всем спасибо, всем пока, Субтитры сделал DimaTorzok